Всех категорически приветствую! С вами Твистан, и сегодня у нас пойдет разговор об этом крафте под названием Инсомни, который лично я считаю от него наиболее интересным за последнее время. Все творения являются кроватью, которая помимо своих основных функций выполняет функции еще при минимум трех крафтов. Если это классификация официальной вики по робокату, то мы являемся кроватью с функцией Волклимбера, раннером и в какой-то степени химерой. Ну, лично я эту классификацию вообще не котирую, и вам сильно операться на нее не советую, ибо, скажем, разбиение тяжелого пересного транспорта только на Калиахо, где лендшипы выглядят как по мне несуразно и вообще не в тему. Лендшипы это вообще отдельная песня, но у них сегодня раз в 15 минут. Зато мы поговорим о своих Волклимберах, объявлении, об их эволюции и упадке. Плюс, само собой, я расскажу о своих попытках создания потомного типа техники, о проблемах, с которыми столкнулся и, естественно, продемонстрирую конечный результат. Итак, Волклимберы. Они, пожалуй, появились в тот же момент, когда появилась возможность отвлекать трастера на наземку. Типичный Волклимбер представляет собой 2-3 пары колес. Некоторые вооружения. Плазма, СМГ, Рейлган. Кстати, Рейлган чаще всего ставят. И огромное количество трастеров. Трастеры, еще раз трастеры. Большее количество вы увидите с тока на сосисках. На момент появления были жутко имбори, ибо до массового появления леталок в каком-то из-за шелухонь, понасевшего на скалок, было крупным геком. Плюс, по всему же, ранние горы были плоскими, и благодаря своей скорости, эта шушера могла очень быстро передислоцироваться от бадзи в бадзи, устраивая адвитовы вражеские тимы. Потом масло начали внедрять в леталки, которые начали разбирать Волклимберов за секунды, ибо последний крейсер-мор шел на трастеры. Но подобной технике все еще мог нуть, вооружившись Рейлой, что проговорился и к Волк-Кравлеру, который является Волк-Климбером и способным прилипать к стенкам благодаря пружинным трастерам. С появлением жагустей и шагоходов данные крафты, так и вовсе в чьем-нибудье, появляются очень редко на поле боя. Но, несмотря на это, у них до сих пор остались кое-какие преимущества. К слову, сами прочие мелкую лабуду на трастерам тяги с теми же свойствами я думаю, как в игре относить нецелесообразно, и, если ей относить, то останавливаясь к своеобразной эволюции изначальной концепции. Мой же опыт с данными типонтельниками начался, пожалуй, с графа под названием «Сомна». Начался он с идеи построясь мелкого плазмопедобира в виде мелкой машинки. Правда, в какой-то момент меня немного понесло. С тутмом не прибавляясь к этому же функции полета. И, естественно, мелочиться не стало. Точно скорость передвижения измерить нет никакой возможности, но ее слегка хватает для передислоцирования из одной точки карты в другую за считанные секунды. Плюс ко всему, уже мы можем маневрировать в отзыве, что позволяет нам принять трестнародки, приземляться куда угодно и занимать любую позицию. Да и вообще, если будет шейд на карте, проблем не является. Но плазмопедобира позволяет разносить граф и при атласировании буквально в пару баллов. Но машинка имеет также и минусы. Ими являются броня и сверхманевленность, сладость с которыми бывает проблематично. Поэтому для того, чтобы получать фан, нужен такой довольно неплохой стил. Основной прикол был в том, что данный граф я строил на Аке знакомого. И чтобы было на чем с ним гонять в патурне, я решил сворганить аналогичный транспорт и себе. Главное условие. У него должно быть как минимум 2 Т7 СМГ, и он должен мощь гору. И может даже в полет. Весь этот процесс можно видеть на скринах. Первый прототип я родил далеко не сразу. Проблема была до фига. Начиная с тем, что хотелось чуть сразу. И заканчиваем банальным нежеланием торопки с колетами лететь. Хоть из трамплина. Да еще и ограничение по тюру, благодаря которому наличие брони как таковой воспринималось как чудо. Но спустя день-два я пришел к предпоследним варианту, который показался более чем хорошо. Мог даже дамаг держать. Но его проблема заключалась в следующем. После повреждений отлетала половина тракера. Причем только с одной стороны. Как результат, простая езда уже вызывала проблемы. Не говоря уже о поездках в город. Прототип пришлось усыпить. Единственный плюс. Еда по горам на нем была наинкомфортнейшая. Такого же ощущения на остальных крафтах до сих пор воспроизвести не удалось. Продемонстрировать ему решилось оригинально. Я запихнул его все в корпус. И как раз этот вариант вышел на уран. Конечно, деталь на нем стала проблематичнее. Но зато броня и живучесть окупалась у слихой. Благодаря этому перетанковать крыловатки стало обычным занятием. Плюс позиция крыла была изменена за крыловатами на вертикальную. Что позволило маневрировать в отдыхе, сделая горько без особых проблем. Само собой скорость тоже была на уровне. Но развлекаться с битыми вертухами в полете его стало на нем моим излюбленным развлечением. Спустя месяцевые я решил вкидопилить крафт. Прикинул, чего мне вообще может не хватать. И вопрос опять уперся в броню. И еще на душе с СМД. И высота 2 до 7, 3 до 6 до 4 до 5 несколько не дотягивает по запасу дамагу до нужного результата. Но брони всегда не хватает. И вот я пришел вот к такому вот варианту. Инсомния. Такая, какая она и должна быть. Броняй хоть и на 2 тира ниже, чем надо, но зато ее много. 800 с гаком чистого армора. Чего вам еще надо? Плюс эта тушка, несмотря на свой габарит, вполне может ликать хоть с трамплина. Для начала предлагаю знакомить, так сказать, с начинкой данного бригада. Попробую я буду разбирать крафт и показывать где, как, что стоит. Итак, погнали. 6 до 3 колеса. Задние и передние поворотные. Средние статичные. Я посмотрел, что таким макаром достигается наибольшая стабильность. Да и живучесть тоже вроде бы на уровне. 1 Рудов Т4. Кто мы с вами понимает, зачем у нас? Стабильность и все такое. 2 Т3 трассера для тяги вверх. И с ними с трамплина как-то взлетать проще. 4 Т3 поворотных трассера. Спереди повыше и сзади пониже. С таким расположением крен работает лучше. У нас даже крыло под этой тяги заточено. Это, кстати, важно. Используется типичность как металл, если у вас проблем с управлением. Что-то около 18 Т4 трассеров для передней тяги. Я в какой-то момент потерял вам счет, но поверьте, такое количество решает. Также у нас еще есть 6 ступок Т3 трассеров для передней тяги. Браво, ибо ракета не хватило на несколько Т4. Суммарное количество хп крафта равняется 140 тысячам. Что прошу заметить больше 1,5-2 раза, чем у любого крафта, который мы можем встретить на горах. 3 Ремарха количества трассеров. После одного из патчей была понятна суммарная тяга трафика. Как итог, больше 25 трассеров ставить не стоит. Но так, если я ставил все асанитрично, то у меня их, судя по всему, получилось несколько больше. Ну, это, собственно, не меняет. То есть, количество трассеров у меня рискало максимально эффективно. Стравить больше не имеет смысла. Меньше, вам тогда будет не хватать от тяги. Ну, или как-то так. Плюс ко всему же. Рекомендую обратить ваше внимание на количество призм. Думаю, их тут около 70-80% от общего количества крафта. Сделано это для облегчения веса. Ибо по-другому даже такой призм. Такую тушу бы с места просто-напросто не двинуло бы. Нет, трифорс как такого тут нет. За исключением, там, днища и боковой части. Проблема в использовании трифорс, как таково, заключается само расположение трассеров. Они тут стоят, пожалуй, единственным, верным образом. Если по-другому расположить их по-другому. Это и идет в протезе живучести крафта. Ну, а теперь давайте перейдем к светам вооружения. И у нас на выбор целых два штук. Суть в отчим. Я в какой-то момент обнаружил, что при убранном вооружении крафт находится на четвертом тиле. А чешуя една. Что мы делаем? Ставим в Т4х СМК и в 6х Т3х. Не сам плохой выбор. Самого дамага у нас, в принципе, немного. Но зато запас этого самого дамага у нас выше крыши. К слову, на пятом тиле у нас ставят две Т7х СМГ, три СМГ Т6, четыре СМГ Т5. Иными словами, все вышло просто идеально. На четвертом тиле предобилием броней и скоростью. На пятом скорости и дамагом. Да, пятая скорость. У нас в ней тоже все шикарно. Скорость по себе. Скорость 5-150 дней в час. Скорость в воздухе достигает 230-250 дней в час. То есть, махина 800 с чем-то кубом. Обгоняет большую часть крафта в игре. Крафт она мая. Ну и последняя деталь, которую стоит удивить внимание. Это дизайн. Ширинокрафт позволяет ему держаться на склоне гор. А толщина задней части позволяет без особого проблем уходить от полонии. Плюс сам крафт, в принципе, выглядит весьма осношно. А на фоне обычного крафта в рандоме так и вовсе шикарно. Что у нас есть в итоге? Мы имеем прекрасный многофункциональный крафт, который может выполнять почти любую поставленную задачу, которую может вас грести в голову. Да, он не может добраться до тех же места. Но это не мешает вам попробовать заехать с другой стороны. А довести до села Ушатавла какого-нибудь босса на босс-баттле и вовсе не является проблемой. Далее, если не поленюсь, я оставлю какую-нибудь средненькую катку. А на этом я с вами прощаюсь. Всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok М treaty ази Основнование Основнование С solи Краунд Витачи Вый выцел Шату Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...